Всем привет! В этом видеоуроке я хотела бы вам показать, как сделать вот такую прикольную змейку. На самом деле она вяжется очень просто и хороший такой подарок, скажем так, в будущем, как можно использовать как символ года змеи. И, в общем, можно вязать ее не обязательно вот такую полосатую, можно связать однотонную, можно связать голову и кончик хвостика только одним цветом, все остальное другим цветом. Ну, в общем, как ваша фантазия вам велит, в общем. Если вам понравилось, присоединяйтесь. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла остатки трех цветов. Далее крючок, ножнички и иголочка. В качестве глазок я взяла две бисеринки, бусинки. Также наполнять я буду обычной, нестерильной ваткой. Если вы хотите, наполняйте профессиональным наполнителем для игрушек. Итак, мы начинаем. Берем пряжу и крючок. Делаем кольцо мигуруми. Закрепляем. И в него набираем шесть столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Закрепляем его, стягиваем. И в каждый столбик делаем прибавку. В каждую петельку по два столбика без накида. Один, два, следующую, три, четыре, следующую, пять, шесть. Следующую, семь, восемь. Следующую, девять, десять. И последняя прибавочка. Одиннадцать, двенадцать. Теперь прибавочки будем делать через столбик. То есть сначала делаем столбик без накида, а затем прибавка. То есть два столбика без накида в одну петлю. Итак, мы провязали уже с прибавочкой. Три сделали столбика. Теперь четыре. Следующий столбик. Пять, шесть. Следующий столбик. Семь. Далее восемь. Девять. Следующий десять. Следующий одиннадцать. Двенадцать. Далее тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. И последняя прибавочка. Семнадцать. И восемнадцать. Следующий ряд мы провяжем без изменения. То есть восемнадцать столбиков без накида в каждую петлю. Одиннадцать. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. И восемнадцать. Теперь мы снова прибавим шесть столбиков без накида в следующий ряд. Будем чередовать следующим образом. Два столбика без накида в каждую петлю. Затем прибавка. В третью петлю два столбика без накида. Это у нас уже четыре. Далее. Пять. Шесть. Семь. Восемь прибавочка. Девять. Десять. Далее прибавочка. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Прибавочка. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Прибавочка. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Прибавочка. Последняя. Двадцать три. И двадцать четыре. Мы с вами сделали прибавочку до двадцати четырех петелек. Это у нас мы провязали, получается, уже пятый ряд. С шестого по восьмой нам нужно провязать без изменения. То есть три ряда шестой, седьмой и восьмой по двадцать четыре столбика. Каждую петлю по столбику. Вот я провязала три ряда без изменения. То есть семьдесят два столбика без накида. Теперь отмечаем начало ряда вот этим краешком нашей ниточки, которая в середине. И теперь вяжем следующим образом. Сейчас мы делаем три столбика без накида. Убавка. И так до конца ряда. Один, два, три. Убавляю я. За передние стеночки провязываю две петельки вместе столбик. Снова один, два, три. Убавление. Один, два, три. Убавление. И делаем убавление вместе с последней крайней петелькой. Теперь провязав три столбика убавления, мы сейчас снова продолжаем с десятого по одиннадцатый ряд, то есть два ряда. Мы провязываем без изменения. Начинаем вязать каждый столбик, столбик без накида. И так два ряда. Мы провязали два ряда без изменений, а теперь мы будем убавление делать снова, но уже чередовать. Два столбика без накида, убавление. Снова два столбика без накида, убавление. Один, два, убавление. Так тоже до конца ряда. Один, два, убавление. Снова один столбик, второй, убавление. Один столбик, второй, убавление. Теперь вяжите, кто хочет, меняете цвет. Я сейчас буду менять цвет, покажу вам как. И далее, с вот этого момента, вяжем, уже получается наша голова изменить готова. Продолжаем вязать туловище. Вяжем без изменения наши столбики, до нужной длины. Затем, когда у вас, допустим, останется длина для хвостика, мы с вами продолжим. То есть вы сейчас вяжете туловище, периодически меняя цвет, как вы хотите. И затем я вам покажу, как закончить нам хвостик. Итак, сейчас вы, получается, провязали последнюю петельку, последний столбик. Вытаскиваете ниточку, делаете как бы полустолбик. И затем присоединяете нужный вам цвет. Я, к примеру, буду присоединять салатовый цвет. Вот, вы, получается, довязываете столбик другим цветом уже. А теперь продолжаете столбики вязать, уже как бы пряча те ниточки, остаточки. Вот, наши столбики. И продолжаете уже вязать нужным цветом. То есть вы просто делаете полустолбик крайний и заканчиваете его другим цветом. Таким образом вы плавно как бы меняете, переходите из цвета в цвет. Вот сейчас смотрите, что у нас получается. Вот такой замечательный нежный переход. Без всяких узелков, различных, как бы, ну, таких непонятно каких переходов. В общем, вот это, ну, как бы, самый такой красивый, самый плавный переход для крючка. Итак, в общем, продолжаете вязать. Обязательно, как бы, не забывайте менять ниточку. То есть, если вы хотите полосатую змейку. И, конечно же, не забывайте наполнять по ходу вязания. То есть, вот сейчас мы с вами провязали голову. Берем наш наполнитель. Я беру ватку. Вы берете свой наполнитель. И сейчас мы набиваем голову. И по ходу вязания нашу трубочку мы также стараемся набивать. Для того, чтобы она имела форму. Наша змея. То есть, она не была такой, как бы, худощавенькой, непонятно какой. А имела форму. То есть, такой, как бы, трубочки имела форму. В общем, вот, я набила голову наполнителем. У меня голова готова. И по ходу вязания туловища я также вам советую наполнять туловищем. В общем, продолжаете. Я думаю, самостоятельно вы справитесь. Не меняя здесь вот количество петель. Просто продолжаете вязать трубочку до нужной длины. Конечно же, ниточку, которую поменяли цвет, вы обрезаете. И продолжаете уже вязать тем цветом, которым продолжили, в общем. Который поменяли. Вот эта ниточка, которая у вас была отмечена, вот здесь вот начало ряда. Вы ее можете уже отрезать. Она вам не нужна абсолютно. И обязательно, когда меняете цвет, меняйте в одном и том же месте. То есть, доходите до вот этого места, где меняли первый раз цвет. Так у вас будет, как бы, такой полосочный переход. То есть, вы потом увидите. У вас красиво получится переход, чем когда в разных сторонах, в общем, в разных местах. Меняйте ниточку с одной стороны. Вот, я провязала до нужной длины. У меня получилось где-то 3,5 см. И сейчас я буду завершать, заканчивать делать 8. Сейчас мы будем делать убавления. Смотрите, чередовать 3 столбика без накида. А затем делать убавления. 1, 2, 3. Убавления. Снова. 1, 2, 3. И убавления. Не забывайте наполнять походы лазаней. Снова. 1, 2, 3. Убавления. Теперь 2 ряда мы провяжем без изменения, без убавления и прибавления. 2 ряда. И пошли 1 ряд. И точно так же без изменения второй ряд провязываете. Провязав 2 ряда без изменения, теперь чередуем 2 столбика без накида и убавления. То есть сначала провязываете 2 столбика в каждую петлю, а затем в 3 делаем 4 убавления. И снова 1 столбик без накида, второй столбик тоже без накида и убавления. 1, 2, убавления. Если у вас двояком ниточке, как у меня, смотрите, не провяжите лишних столбиков. 1, 2, 1, 2, и снова очередное убавление. Теперь вяжем, чередуем столбик без накида и убавление. Столбик без накида и убавление. У вас осталось небольшое отверстие. Предлагаю вам дозаполнять до конца, донаполнять хвостик. Потому что мы будем стягивать окончание хвостика и не будет возможности больше понабевать. Вот мы наполнили и продолжаем дальше делать убавления. И теперь я вам предлагаю просто вдеть ниточку в иголочку и просто стянуть. Здесь не совсем уже удобно довязывать. Делаем последнее убавление. Обрезаем ниточку, вдеваем в иголочку и вот здесь вот нам нужно стянуть до конца. Вот вдели ниточку в иголочку и вот эти оставшиеся петельки просто вот так вот как бы вшиваете вовнутрь. Где-то захватили немножечко и вовнутрь стянете. И снова вот эти вот стежочки захватываете и вовнутрь, захватываете и вовнутрь. И вот я попрятала кончики, сделала вот такой язычок из воздушных петелек. И теперь можете пришить глазки, но я еще сделаю как бы небольшую такую платформу для глазок. Мне кажется, что ну просто ну как бы бусинки, если конечно они покупные у вас, то в принципе можно и сразу пришить. Но я, так как у меня змейка детская, то я буду еще как бы делать, ну сейчас вам покажу, что я буду делать, платформу для глазок. Итак, делаете кольцо амигуруми, закрепляете его и на него делаете 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживаете петелечку, стягиваете его. Стягиваете очень хорошо, чтобы был кружочек у вас. И теперь доделываете в кольцо 7 столбик без накида. Теперь доделали 7 столбик, делаем первый столбик, первую петелечку, соединительный столбик. У меня с первого раза он не получился, рассоединяется, но если у вас ниточки тоненькие, то прекрасные. Итак, сделали соединительный столбик, вытягиваем ниточку, оставляем для пришивания, сантиметров, может 10. А вот эту ниточку заднюю хорошо закрепляем, затягиваем и обрезаем ее просто. У меня будут вот такие вот сначала платформочки для глазок. Их я сделала 2 штучки. И после того, как я сделала вот эти платформочки, я их пришью и лишь на них уже тогда присоединю свои бусинки. Вот так. Если хотите, не делайте этих платформочек. В принципе, и без них получается довольно-таки хорошо, если у вас крупнее бусинки. Итак, в общем, я сейчас пришью платформочки, пришью глазки и покажу, что у меня получилось в итоге. В общем, вот я пришила глазки. О чем я вам говорила, что я сначала вот связали мы платформочку. Мне, честно говоря, просто бисеринки показалось маленьким. Так как у меня нет сейчас пока в данный момент дома бусинок, поэтому я решила сделать вот такие платформочки. Вот, как вы видите, из воздушных петелек я сделала вот такую вот, поближе я вам покажу, язычок. И вот обрезала, видите, имеет вот эти вот, как у змеек, вот эти усики в язычке. Ну, в общем, такая прикольная получилась, как на мой взгляд. Прикольная змейка, в общем. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!